всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия сегодня я решила выпустить болтательное видео и рассказать о том что связано о том что я планирую вязать потому что вязать хочется последнее время не отрываясь и не всегда хватает времени на то чтобы смонтировать какой-нибудь мастер-класс и конечно же первым делом я хочу поздравить всех нас девочек с праздником 8 марта и неважно какая дата стоит у нас в паспорте главное что у нас души а я думаю меня смотрят именно девочки девочки красивые девочки нарядные девочки любящие что-то творить своими руками для меня 8 марта это праздник детства я помню всегда 8 марта утром завтра готовил папа и приносил нам кофе в постель сейчас конечно же эту эстафету уже перехватил мой муж и я хочу пожелать нам всем чтобы мы были любимы чтобы нас баловали чтобы нас лелеяли чтобы нас одаривали подарками и кстати к 8 марта муж мне подготовил такой подарок классный это к слову о том чем я буду заниматься в скором времени и вот буквально сейчас я записываю это видео и бегу на почту за новой посылкой но об этом вы узнаете в следующем видео так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить это видео а там просто бомбическая посылка я так ее ждала вы не представляете мне ну говорюсь конечно пряжа там да мне это пряжа просто снилась начальник вот правда пять дней нашла и вот сейчас я не побегу мне уже пришла смс на телефон что посылка у меня в городе и так что связано связано очень много и не на все я успеваю просто с приходом весны сделать мастер-классы и за последнее время мной связано очень много плечевых изделий я не знаю почему но мне просто какой-то азарт повязать какие-то свитера косточки тепленькие видимо была зима захотелось чего-то теплого во первых я связала свитер дочери очень красивый очень яркий это свитер и в стиле рубан но мы его изменили под свои так скажем запросы он получился получился более нежный он получился более тонкий изящный но вот дочь в восторге носит и собирает комплименты вязала я этот свитер из пряжи пиппи рекорд что это за пряжа все конечно же знают мы много чего связали из стопроцентной беленосовой шерсти поэтому останавливаться долго не буду недавно в новинках ализе буквально в прошлом сезоне осенью мы с вами рассматривали пряжу ализе ангора голд амбре батик так вот из этого моточка у меня получился прекраснейший палантин вот такой вот красивый с неимоверно красивым переходом цвета он получился до такой степени уютный теплый изящный я не стала придумывать сюда никакие узоры для того чтобы сам цвет этого палантина вот этот переход амбре стал изюминкой этого изделия по ширине палантин получился сантиметров шестьдесят а в длину почти два метра вот такая изящная красивая вещь есть теперь у меня в прохладное время можно накинуть его на плечи и он защитит вас от холода согреет своим теплом очень красиво можно его сдрапировать и вот этот вот переход цвета будет великолепно смотреться у вас на шее ну а если необходимо где-то раздеться снять этот палантин то можно его сложить убрать в сумку он абсолютно не занимает много места следующее изделие это вот этот вот свитерочек этот свитер я вязала из пряжи ангора 2 это итальянская пряжа бобильная пряжа перемотанная в моточки здесь семьсот пятьдесят метров длина нити и она такая достаточно тонкая в составе пятьдесят процентов мохера молодая шерсть и акрил но вот свитер получился очень легкий очень изящный он такой весь воздушный и легкий что в нем необыкновенно комфортно себя чувствуешь несмотря на то что этот свитер связан просто как решетой я здесь использовала большие спицы он необыкновенно теплый получился на удивление какой он теплый после стирки немного раскрылся пушок он такой слегка пушистый получился но я бы сказала что пух этот не лезет все прекрасно во время вязания чуть-чуть правда конечно же выпадали ворсинки но сейчас я его ношу и мне достаточно в нем комфортно вязала я этот свитер регланом сверху и росток здесь я вывязывала по японской технологии или азиатский росток еще называют его в общем это такая техника очень простая и приятная для новичков я бы сказала здесь не требуется каких-то сложных грандиозных расчетов в отличие от того ростка который вывязывается здесь по горловине на вот этот вот свитер то есть это где-то ну наверное 48 50 размер у меня ушел один моток представляете какой он легкий то есть всего 100 грамм пряжи у меня вот здесь вот в этом свитере и я собираюсь вязать еще один свитер наверное для дочери и думаю либо это делать расчеты на несколько размеров и составлять мастер-класс платный либо создать какой-то марафон с небольшим входом денежным ну может рублей там 100-200 и нам с вами вместе на этом марафоне связать то есть я бы вместе с вами связала еще один свитер и у вас получились бы точно такие же вот скажите мне пожалуйста пишите в комментариях что лучше сделать расчеты для нескольких размеров мастер-класс в продажу выпустить либо марафон то есть бесплатного мастер-класса на этот свитер я давать не буду и следующий свитер это свитер связанный из пряжи ангора ализе реал 40 плюс у меня было 4 мотка этой пряжи 2 серых 2 голубых и в итоге вот у меня ушли все 4 мотка на этот свитер то есть под завязку этот свитер я вязала вдохновившись моделью Ольки Кондратевой свитер авантюра называется у нее видео и Ольга записывает такие видео которые будут интересны и понятны тем кто в теле то есть тем кто уже умеет вязать вдохновиться и придумать для себя какое-то изделие так что если вы умеете вязать я вам однозначно рекомендую канал Ольги переходите туда вдохновляйтесь вяжите для себя такие прекрасные модели это фэшн модели со спущенной проймой немного оверсайз в этой пряже 40% шерсти и я бы сказала она слегка колючая но я могу ее надеть на голое тело после стирки я бы сказала пряжа немного раскрылась стала мягче и ровнее выглядит он прекрасно и мне необыкновенно нравится я наверное запишу на этот свитер свои расчеты продажи мастер-класса на этот свитер не будет а как я вязала как я считала как я делала расчеты для своего размера я я запишу еще один свитер такого же плана здесь широкая горловина также узкий рукав и тушка оверсайз тоже необыкновенно мягкий и уютный свитер получился у меня я его тоже безумно полюбила вязала вязала я его из пряжи ализе натурале купле и у меня было два моточка коричневой и два моточка белой пряжи в итоге у меня остался моток белой пряжи но немного отсюда я извязала может быть одну четвертую часть этого мотка вот то есть ну грубо говоря в этом свитере 3 мотка пряжи 300 грамм точно так же после стирки пряжа раскрылась свитер стал мягкий пушистый уютный ну до такой степени классное изделие получилось вот про мастер-класс сказать ничего не могу возможно не успели сделать но посмотрим посмотрим пишите что вам понравилось то есть я хочу с этим видео получить от вас какой-то отклик вообще на то что я делаю я хотела из этой пряжи связать жилет купила трима . ну что-то как-то вот пока остановилась меня смутил цвет вы можете мне подсказать все-таки идет мне этот цвет или нет либо я свяжу вот такой же свитер как вот этот вот коричневый для доченьки ну и остались у меня два которые я вязала для своих мальчиков любимых то есть это для мужа а муж попросил чтобы у нашей любимой собаке был такой же свитерок это пряжа NACA Николен Жаккар и вот в такой узор она складывается очень красиво смотрится теплая полушерсть это в общем получился такой неплохой свитер муж носит с удовольствием ему нравится ну что ж кажется я показала все что хотела все что связано за последнее время надеюсь что ничего не забыла надеюсь что все таки в скором времени выйдут мастер-классы и вы для себя тоже сможете связать то что вам понравилось но в планах у меня повязать из элитной пляжи из элитной дорогой приятной на ощупь и это конечно же конечно же это кошелье я долго выбирала я долго изучала этот рынок я долго приглядывалась к разным видам пляжи и решила остановиться на монгольском кошелье я прямо сейчас бегу на почту за посылкой в которой у меня кашнир на два изделия и сразу буду записывать видео с распаковкой так что не пропустите следующее видео а сейчас переходите в комментарии пишите свои отзывы ставьте лайки новое видео выйдет уже скоро с вами была Юлия и мой факультет рукоделия пока пока